Сцена первая. Европа. Середина 20 века. Как ни описывай войну и как о ней не рассуждай, суть ее сводится к тому, какая из противоборствующих сторон сможет нанести наибольший урон противнику. Потери, которые несет сторона относительно другой стороны, носит не только абсолютное выражение объема ущерба, но и умение воевать вообще. Если война не имеет скоротечный молниеносный характер, она очень быстро упрется в ресурсы и скорость их расходования. Если одна сторона способна поражать цели одним или двумя патронами или снарядами, а противник десяткам или двумя, то можно с уверенностью говорить о том, что вторая сторона не только будет иметь большие потери, но и будет расходовать свои ресурсы с несопоставимой скоростью. Вспомним о зимней войне Советского Союза с Финляндией в 1939-40-х годах. Сам СССР всячески замалчивал ее и в районе 70-х, когда ее участников уже почти не осталось, мало кто знал о том, что такая война была вообще. А если знал, то помалкивал. Партия и правительство очень не одобряло такие разговоры. В итоге о той войне, как и о многом другом, стало известно уже в период агонии Совка, за 2-3 года до его развала. Молчание же это было вызвано двумя причинами, которые действуют в Мордоре и сейчас. Первое. Очень неприятные даты начала и конца войны. Ведь если вторжение в Польшу пропаганда расписывала как нечто наподобие гуманитарной операции и вынужденного шага, на который пришлось пойти Сталину, то с Финляндией такой номер не проходит никак. В Польше красным армейцам почти не пришлось воевать, поскольку вермахт начал свое вторжение, как было условлено Сталином и Гитлером, 1 сентября. Но Сталин взял паузу на 17 дней и ждал все это время, чем закончится дело. В итоге Гитлер захватил свою часть Польши и когда его войска стали заходить на территорию, отведенную Совку, тогда пошли красные, но уже без особых боев. С Финляндией пришлось воевать по-настоящему и вместо Блицкрига, который раз за разом демонстрировал вермахт, у красных армейцев получилось огромное побоище, а из локальной военной операции война переросла в полномасштабную драку. То есть события пошли совершенно не по тем планам, которые себе наметили большевики. А все дело в том, что они точно знали состав финской армии в силах и средствах до последнего ствола артиллерии, танка и самолета. Это было несложно узнать, потому что их количество исчислялось десятками. Ну а кроме того, был известен и скудный мобилизационный потенциал Финляндии. Отсюда был сделан вывод о том, что Блицкриг неизбежен. Кстати, наблюдая за боевыми действиями Зимней войны, в Ставке Гитлера генералы и фельдмаршалы катались по полу от смеха, обливаясь слезами и задыхаясь. Именно так, как действовали красные армейцы Финляндии, стало основанием для того, чтобы начать реализацию плана Барбаросса, не имея не то что трехкратного перевеса в силах и средствах, как это завещали Мельтке и Клаузевиц. Но по ряду позиций имели отставание от противника. И это была не авантюра, как об этом потом писал Суворов, а математика. Скользь об этом рассказал начальник генерального штаба сухопутных сил Германии Франц Гальдор, анализируя те события. Но куда более показательным было то, что в конечной фазе подготовки вторжения в СССР, зная, что вермахт не имеет такого самого классического перевеса, начальник ГШ был абсолютно спокоен, и все записи его дневника говорят об уверенности в том, что имеющееся соотношение вполне достаточно для начала операции. Будь это авантюра, Гальдор обязательно об этом написал бы, в том плане, что военное руководство считает недостаточным количество войск, но фюрер настаивает. Ничего подобного там не было в принципе. Более того, описание Гальдором первого месяца войны идет в спокойном стиле, поскольку за небольшими вариациями все шло примерно так, как было запланировано изначально. Опять же, если бы военные считали, что фюрер поставил перед ними невыполнимую задачу, и вдруг все пошло более чем отлично, эмоции наверняка выплеснулись бы в дневник, и Гальдор обязательно описал бы необыкновенное предвидение фюрера. Но ничего такого там нет, полный ноль, а если так, то это только Суворов счел это авантюрой, а у немцев был холодный расчет и полное отсутствие рефлексии. Этот самый расчет как раз и опирался на результатах финской войны и был основан на соотношении потерь сторон во время всей кампании. Так вот, финские военные показали просто фантастическую эффективность буквально во всем. Они как раз и показали, что имея мизер вооружений и боеприпасов, опираясь на значительно меньшее количество личного состава, финнам просто не оставалось другого выхода, кроме как действовать крайне эффективно и стараться донести каждый боеприпас до цели. Потом, когда уже об этой войне можно было говорить, писать и можно было что-то почитать, один из самых жутких воспоминаний большевиков была работа стрелкового оружия финнов. О снайперах, кукушках вообще ходили истории в стиле «Кошмар на улице Вязов». Но как-то удалось наткнуться на мемуары, автора которых, к сожалению, не помню, ибо с тех времен прошло более 30 лет, который написал о том, насколько точно работали финские пулеметчики. Он красочно описывает их работу в местности, где невозможно было активно применять артиллерию, и все решало, умение умело работать стрелковым. Так вот, он вспомнил, что даже один пулемет противника наносил такой урон его подразделению, что в это было трудно поверить. Финны быстро меняли позиции, а поэтому эту огневую точку так и не удалось подавить. А когда кончился боекомплект, финны просто ушли. Зайдя на их позицию, красные армейцы обнаружили, что в их составе более сотни человек сдерживало максимум трое финских бойцов, которые убили или ранили до половины личного состава. Понятно, что в той войне Советский Союз располагал просто несопуставимо большими ресурсами и полагал, что в любом случае задавит Финляндию просто мясом, что и пришлось тогда сделать. Но немецкие военные смотрели на все это со стороны и делали свои выводы об эффективности противника. Если крохотная финская армия, не имеющая серьезных ресурсов, смогла на равных тягаться с перекормленной тушей Красной Армии, то немецкая армия имела и ресурсы, и опыт, и сопоставимую численность. Вот это и стало той основой уверенности, которая дала основание для начала вторжения в Советский Союз. Сцена вторая. Европа. Первая четверть 21 века. И вот сейчас все повторяется. ВСУ постепенно вышибают врага с нашей земли, и где-то это получается быстрее, где-то медленнее, но, как мы уже давно могли заметить, прорыв линии фронта и бегство противника не проходит спонтанно и одномоментно. Тем событиям, которые мы уже наблюдали несколько раз, предшествует кропотливая напряженная работа, динамики которой рассмотреть со стороны практически невозможно. Тем не менее, без нее не может быть вот таких глубоких прорывов, которые мы наблюдали под изюмом. Мы просто слышим о том, что наша артиллерия отработала по базам хранения боеприпасов, командным пунктам и еще почем-то. А потом наступает момент, когда идет другая цепь событий, которая может указывать на начало наступления. Мы не станем об этом рассказывать, но наверняка многие в курсе, о чем речь. Кстати, противник тоже о чем-то таком догадывается, но наши умело демонстрируют это и там, где не собирались наступать в ближайшее время. А паника у противника разгорается не шуточная. Но вот именно подготовительная фаза прямо сейчас идет на нескольких направлениях. Что интересно, мы слышим о ее деталях ежедневно, даже в официальных сводках. Но просто никто не называет вещи своими именами, а командование ВСУ ограничивается перечислением того, что было поражено нашей артиллерией и авиацией. Но ведь все это уничтожается не просто так, а в какой-то очередности. И так, чтобы нужный эффект возник на нужном направлении. Кроме того, сейчас идет просто жуткий замес под Бахмутом. О том, что там происходит, мы писали не раз. Но на самом деле, там самая горячая точка на линии фронта именно сейчас, а возможно и за все время широкомасштабного вторжения. Кое-что пишут об этом наши прямо оттуда. Пишут и наши источники из оккупированного Донецка о том, как меняется звуковой фон этого замеса и как выглядит заполнение ранеными всех медицинских мощностей. Кстати, оттуда было написано и предположение о том, что какое-то время противник не вывозит свои трупы из-под Бахмута. Такие выводы делаются по определенным внешним признакам, которые местные жители читают как раскрытую книгу, и это коррелирует с теми данными, которые имеются в открытых источниках. Бахмут вроде бы прямо и не связан с тем, что наши войска делают в наступлении, но связь тут имеется непосредственная и крайне важная. А в итоге мы наблюдаем сухие цифры потерь противника. И вот сегодня Генштаб показал очередной символический рубеж, а именно выход на восьмой десяток тысяч числа потерь противника убитыми. Как можно заметить, вчера наши военные за 200 или 550 тушек – рашистов, а это полновесный батальон полного состава. И теперь стоит привести несколько цифр, пусть и выданных орками, что можно воспринимать только к сведению. А ленивод Шойгу рассказал о том, что уже достигнут первый рубеж мобилизации в 300 тысяч голов. Из них 80 тысяч уже переброшено в Украину. Но мы знаем о том, что утилизация этой биомассы началась буквально через несколько дней после объявления мобилизации. Насколько можно понять, именно мобилизованные, в том числе и зэки, не интересуют их командование, когда они переходят в разряд груз-200. Их трупы собирают еще с меньшим усердием, чем то, что делали с кадровой армией и контрактниками, чьими трупами уже более 8 месяцев питается флора и фауна Украины. Этих бросают, как одноразовый пакет или использованный презерватив, поэтому статистика именно по чмобикам там будет еще не скоро, если вообще когда-нибудь будет. Но мы знаем, что за время мобилизации наши военные уничтожают в среднем по 400 орков в сутки. Всего этих суток прошло почти 40, и это мы возьмем за основу, для ровного счета. Умножаем эти цифры и получаем, что на 80 тысяч зашедших чмобов уже имеется около 16 тысяч убитыми. А если применить классическую формулу соотношения потерь убитыми к потерям раненых, один к трем, то получаем потери убитыми и ранеными 60 плюс тысяч. Не правда ли, динамика утилизации что-то явственно напоминает? Или еще один показатель из свежей статистики Генштаба. Уничтожено 19 танков. За месяц ВСУ перемалывает только танков такое количество, которое равняется или превышает то, что имеет подавляющее большинство европейских стран. И все это прямо говорит об эффективности работы ВСУ. Да, противник имеет существенные резервы, но он даже подумать не мог о том, что все их придется бросить в топку этой кампании. Он предполагал, что резервы пойдут на войнушку в странах Балтии и окончательной оккупации Грузии. Но в любом случае резервы были нужны для продолжения банкета. А теперь по ряду позиций противник вышел в ноль, а по другим стремится к нолю. Он себе представить не мог, что столкнется с такой эффективностью армии, которую всерьез не рассматривал. И можно не сомневаться в том, что ВСУ выдерет зубы московской гадине, и когда процесс будет закончен, то некогда огромная, страшная туша будет выглядеть как выпотрошенная шкурка, сморщенная и жалкая. А когда это произойдет, можно будет еще раз вернуться к вопросу эффективности, но уже в режиме подведения итогов.